Вам наверняка известно, что регулярные занятия физической культурой укрепляют здоровье человека, а недостаток движения приводит к атрофии мышц, снижению иммунитета и другим проблемам. По разным причинам люди чаще предпочитают заниматься самостоятельно. При этом можно тренироваться в удобное время и в индивидуальном режиме. Выделяют следующие формы самостоятельных занятий. Ежедневная утренняя гимнастика, физические упражнения в течение дня и регулярные спортивные и тренировочные занятия. Ежедневная утренняя гимнастика – залог работоспособности всего дня. Утренняя зарядка активизирует кровообращение, ускоряет обмен веществ, способствует выведению токсинов из организма. Лучше всего заниматься на свежем воздухе. Если вы дома, то проветрите комнату заранее и оставьте форточку открытой. Легкая одежда не должна стеснять движений. Заранее продумайте комплекс из упражнений, разученных на уроках. Примерное время зарядки – 15-20 минут. Избегайте слишком сложных упражнений. Начинайте комплекс с разминки, например, легкого бега или ходьбы на месте или в движении. Включите в комплекс упражнения для мышц рук, ног, туловища, а также элементы суставной гимнастики и прыжки. Силовые упражнения зависят от уровня подготовки. Если уровень вашей подготовки достаточно высок, включайте упражнения с весом собственного тела и с отягощениями. Завершайте комплекс упражнениями на гибкость и восстановление дыхания. Прислушивайтесь к своим ощущениям. Используйте приятную музыку. Избегайте переутомления. После зарядки примите контрастный душ. Упражнения в течение учебного дня нужны для поддержания тонуса. На переменах сделайте упражнения для мышц спины и шеи. Комплекс упражнений для глаз поможет расслаблению и тренировке глазных мышц. Дыхательные упражнения нормализуют работу нервной системы. Изучите технику диафрагмального дыхания. Оно способствует снятию волнения и наполнению клеток мозга кислородом. Выполнять полезные изометрические упражнения возможно даже во время занятий. Тренировочный эффект достигается путем напряжения различных групп мышц без изменения позы человека. Регулярные спортивные и тренировочные занятия способствуют развитию силы, выносливости, гибкости и координации, а также повышают общую работоспособность. Такие занятия, как быстрая ходьба, бег, плавание, аэробика, езда на велосипеде и лыжные прогулки, особенно полезны для деятельности сердечно-сосудистой системы. Данные занятия являются кардиотренировкой, подвижные и спортивные игры, катание на коньках, роликах, танцевальные тренировки, развивают координацию, улучшают общую физическую подготовку. Атлетическая гимнастика и занятия в тренажерном зале повышают силу и выносливость, укрепляют суставы и костно-мышечную систему. Функциональный тренинг – универсальная тренировка, которая нацелена на достижение силы, ловкости, координации и гибкости. А вот стретчинг включает в себя набор упражнений только на растягивание мышц и связок, поэтому лучше заниматься стретчингом в комплексе с другими тренировками. Независимо от выбранных вами видов занятий, придерживайтесь общих правил. Постепенно наращивайте сложность упражнений, их интенсивность, количество повторений и время тренировки. Отслеживайте реакцию организма на нагрузки, регулируйте длительность пауз между упражнениями. Используйте готовые тренировочные комплексы или составляйте свои. В тренировочный комплекс старайтесь включать упражнения на все группы мышц. Выполняйте его за одну тренировку или распределите на неделю. Тренируйтесь полностью здоровым. Противопоказания к занятиям уточняйте у врача. Начинайте тренировку не ранее, чем через один час после приема пищи и заканчивайте за один-два часа до сна. Каждое тренировочное занятие обязательно начинайте с разминки и заканчивайте упражнениями на расслабление. Тренировочный эффект достигается, если занятие проводится не короче 20 минут и не реже двух-трех раз в неделю. При силовых тренировках обязательно чередуйте тренировочные дни с восстановительными. Изучайте технику выполнения упражнений, чтобы избежать негативных последствий. Особенно важна правильная техника в беге и упражнениях с отягощением. Соблюдайте температурный режим при занятиях на свежем воздухе. Одевайтесь по погоде и с учетом активности тренировки. После тренировки примите теплый душ. Воспользуйтесь приемами самомассажа. Старайтесь использовать специальную одежду и обувь, которые снизят вероятность травматизма и повысят комфорт. Пользуйтесь подходящим инвентарем. Выбирайте соответствующие назначению спортивные площадки с ровным покрытием. Чередуйте кардиотренировки с силовыми. Разнообразьте их. Гораздо интереснее, когда сегодня вы занимаетесь в тренажерном зале, завтра играете в волейбол, а послезавтра катаетесь на велосипеде. Используйте музыкальное сопровождение. Привлекайте к занятиям членов семьи, друзей и знакомых. В компании веселей! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...